Ключевая улика стала достоянием общественности. Американские телеканалы опубликовали видеоубийство известного в Соединенных Штатах рэпера XXXTentacion. На кадрах камеры наблюдения видно, как действовали преступники. Кирилл Папов изучил видео. На этой записи с камеры видеонаблюдения последние минуты жизни музыканта, который выступал под псевдонимом XXXTentacion. Дорогу его БМВ на перекрестке в Майами преграждает черный внедорожник. Оттуда выскакивают двое мужчин в серых толстовках с капюшонами. Они достают пистолеты и несколько секунд угрожают артисту. После чего стреляют в него в упор и забирают сумку Луи Виттон с тремя тысячами долларов. Кадры со стрельбой ранее показали на суде. Однако только сейчас с разрешения полиции они стали достоянием общественности. Убийство произошло 18 июня этого года. Нападавшие произвели не менее пяти выстрелов. Пули попали рэперу в грудь. На место оперативно прибыли полицейские и медики. Однако спасти 20-летнего музыканта не удалось. Джосей Дуэйн Онфрой, это его настоящее имя, умер уже в больнице после подключения к аппарату искусственного дыхания, так и не придя в сознание. Детективы считают, что рэперу просто не повезло. Он оказался не в том месте, не в то времени с теми людьми. Вместе с моментом убийства опубликованы следующие кадры. По всей видимости, за исполнителем следили. Вот двое чернокожих мужчин заходят в салон мотоциклов и проходят мимо музыканта, который выбирает байк. Даже пересекаются взглядами, убедившись, что перед ними молодая звезда, выходят из здания и сообщают об этом двоим сообщникам, которые и воплотили в жизнь преступный план. Двадцатилетнего Экса считали лидером так называемого феномена саутклауд-рэпа. То есть он сделал себе имя именно в интернете. Несмотря на возрастающую популярность в последнее время, оно чаще фигурировало в криминальных сводках, чем в музыкальных чартах. В отношении Джоссея возбудили несколько уголовных дел. Он мог оказаться за решеткой за избиение его беременной девушки. Также его обвиняли в вооруженном разбой и попытках оказать давление на свидетелей. Возможно, самый скандальный рэпер последних лет даже некоторое время находился под домашним арестом. Однако в марте суд освободил его, чтобы он мог провести свой концертный тур, как оказалось, последний. Обвиняемыми по делу в убийстве проходят четверо. Все они арестованы. И, похоже, доказать свою непричастность к преступлению при наличии таких видеозаписей у них вряд ли получится. Кирилл Попов, Вести, дежурная часть.